Все произошло слишком быстро, и мы выиграли тачку. Вот я привез деньги. Охренеть, они столько сейчас стоят. Сейчас все расскажу, что происходит. Я вообще даже боюсь представить, что сейчас вообще ощущает Оля. Господи, ты такая красивая. Ой, я не могу, я не верю просто. Вот эта вот сумма, это автомобиль, который будет у меня через 4 месяца. Была поставлена задача найти один автомобиль. Но все произошло слишком быстро, и мы выиграли тачку. Вот я привез деньги, 26 тысяч долларов вышла машина. Учитывая текущий курс, максимально выгодно. За такую сумму тот автомобиль, который мы в итоге выиграли, здесь просто не купить. Но будет он через 4 месяца. Придется подождать, но оно того стоит, потому что экономия действительно бешеная. Я уже не раз вам рассказывал про Autodesk, что ребята занимаются тем, что привозят автомобили из Америки. И, наконец-таки, я сам воспользовался их услугой. Я думаю, мы сейчас покажем, там, примерно, да, как это происходит. Потому что это довольно интересный процесс. Мы сейчас смотрим по истории автомобиля, который у нас уже торговали. А, это который уже, соответственно, выиграли. Уже торговались на всех аукционах. Да, прям конкретный пример, по которой машина была забрана. Давайте возьмем R8. Ну вот удар, грубо говоря, автомобиля был правое колесо. Подушки не стреляли, безопасность на месте. Машина 22-й, поэтому, да, 21-й год. Полный 21-й, вот машина ушла за 123 тысячи долларов. При этом пробег 3000 рублей. Да, это 5000 километров. Вот у меня была R8, машина была 15-го года. Это был до рестайлинга, это была не перформанс-машина. То есть официальный дилер не продавал в России вообще у нас рестайлинг и, соответственно, перформанс-версии. Сейчас рынок на R8 15-х годов, ну, как раз где-то десятка, десятка, наверное. Больше думаешь? Ну, давай откроем. А здесь машина 21-го года с минимальными повреждениями уже отремонтирована, выходит 10700. Ну, вот сейчас просто, давай, да, откроем R8. Четыре штуки на всю Россию. Охренеть, они столько сейчас стоят? Первая, вот, более-менее нормальная, вот она, 14 миллионов, красная, 23 пробега. А за 10700 ты можешь пригнать 21-го с минимальным пробегом. Но при всем при этом можно также рассмотреть машины целые, то есть не обязательно брать биты. То есть это уже сам клиент решает. Вы ставите задачу, какой автомобиль вас интересует. Ребята предлагают, соответственно, варианты на К-парте, которые, в принципе, можете сами найти им скинуть. Они предварительно оценивают сначала, да, как бы по информации на сайте. Потом, если что, человек, да, который, там, находится в Америке, сможет исправить машину, оценить, сказать, насколько выгодно ее покупать. То есть ребята все это подсказывают. Потом они ее торгуют. Причем при всем при этом есть же нюансы. Есть, например, какой-то, да, вы знаете, какой-то порог, который лучше не переступать. Смысла нет. После этого идет полное сопровождение сделки. То есть вы документально давай озвучим, какие вот, чтобы вот клиенты, как бы, безопасность получали. У нас в три этапа. В три этапа получается. Первый у нас предварительный договор. На том, чтобы мы понимали, что клиент уверен, что он хочет машину приобрести. Второй основной договор, в котором мы прописываем полностью стоимость автомобиля, его состояние, всю логистику, страховку до Грузии. Дальше к мобилю приезжает Грузию, там делается дефектовка, и мы понимаем, сколько мы хотим потратить. То есть клиент хочет потратить, будьте здоровы. Хочет потратить на автомобиль. Он, возможно, выберет подешевле, значит, мы можем там поддержанную бувшную запчасти. То есть клиент, в принципе, сам выбирает, как выполнять ремонт. То есть либо он может там сделать... На разборе найдем запчасти. Либо обувать, совершенно верно. И составляется третий договор уже, в котором прописывается весь ремонт. Ну и дальше вы помогаете, соответственно, получить электронный ПТС. То есть машина приезжает от клиента под ключ. Все совершенно без каких-то вопросов и дальнейших. И вы, получается, автомобиль, который можете поехать, просто ставить на учет. Ну и все. Ну это здорово. Ну и все, если клиент запрашивает. А, ну даже так. Клиент приезжает, забирает ключи, на номерах выезжает. Так что, друзья, как только будет какая-то информация, может быть, где-то там в телеграме, либо в видосах в дальнейшем сообщу. Но вообще мы ждем теперь ноябрь предварительно, и вы увидите этот автомобиль. Я рад всех приветствовать, с вами Булкин. Я сейчас все расскажу, что происходит. И вообще это видео будет довольно насыщенным. Я пожелаю всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. И пообещаю вам, что сегодняшнее видео будет, ну, во-первых, добрым. Во-вторых, эмоциональным. Потому что эмоций точно будет хватать. Господи, это такая красивая. Ой, я не могу, я не верю просто. В общем, друзья, что я могу сказать? Ощущение, как будто это сон. Я вообще даже боюсь представить, что сейчас вообще ощущает Оля, и что она будет испытывать буквально через мгновение. Мы все ждем ее реакцию. А эта тачка действительно проделала огромный долгий путь. И я очень благодарен компании Автодез за то, что они помогли мне во всем этом деле. И, собственно говоря, начиная от того, что они выиграли тачку на аукционе, полностью сопровождали весь процесс перевозки, транспортировки. То есть, опять же, машина и плыла, и ехала на автовозе. И, в общем, вот это вот все происходило. Соответственно, она прибыла в Грузию. Там ребята ее немножечко сделали, потому что машина была с недочетами. И, кстати, эта конкретно машина, она реально там не какая-то тоталинная была, не какая-то там, у которой полморды отсутствовала. Я думаю, сейчас мы, да, фотографии прикрепим. Вот так она продавалась на аукционе. Конкретно эту машину списал владелец, потому что у него закончилась гарантия. Не знаю, может быть, у них это популярная какая-то штука. И он днищем куда-то налетел. Пострадал диффузор, пострадала юбка передняя. И вот сейчас нам единственное, надо будет просто исправить этот момент. Там чуть-чуть надо нагреть бампер и его просто выправить. Это единственный нюанс, который есть. Снизу машина технически не пострадала ни по подвеске, ни почему. Целая машина с небольшим пробегом, который просто вот списали. И она оказалась на аукционе. Ребята из автодеска помогли мне ее выиграть. Самое интересное, что в этот момент я спал. То есть, я поставил им задачу, что мы ищем М3 F80. Ребята скидывали варианты. И мы там смотрели, смотрели. И вот просто они увидели выгодный вариант. И пока я спал, они выиграли эту тачку. Хочется сказать действительно большое спасибо эксперту по подбору, менеджеру за внимание каждому клиенту. Профессиональную работу и постоянную связь на каждом этапе сделки. Кстати, ребята из компании Автодеск на своем YouTube-канале сняли целое отдельное видео, где рассказали, почему они возят автомобили через границу своим ходом. Они делают это на автовозе. Поэтому советую посмотреть. Оставлю ссылочку в описании. Если вдруг вы у меня спросите, почему я выбрал именно компанию Автодеск и заказал у них BMW M3, то у меня есть на это несколько причин. Основной и важный момент это то, что у них у единственных на рынке есть свой офис в Майами. Соответственно, их эксперт может выехать на аукцион и в формате, например, видеосвязи, созвонившись с клиентом, дать свою профессиональную оценку автомобилю. Если вдруг что-то не так, или, например, фото с аукциона не соответствует действительности, то все сразу сообщается клиенту, и вместе с ним уже решается дальнейший вопрос. И, возможно, например, подбирается другой автомобиль и точно так же осматривается. Если вы также, как и я, оцените качество, профессионализм и внимание каждому клиенту, то вы знаете, куда идти. У компании Автодеск вы можете заказать автомобиль из Америки либо же из Объединенных Арабских Эмират. Свою же тачку я получил через 4 с небольшим месяцев, и я очень доволен всем процессом от начала и до конца. Тем более, друзья, если учитывать общую стоимость, во сколько мне обошелся этот автомобиль, получается просто колоссальная выгода. Таких цен на нашем рынке просто не существует на подобные автомобили. Я вам скажу так, наверное, в два раза дешевле она мне обошлась, нежели если бы я подобный автомобиль покупал здесь. В общем, друзья, я оставлю все ссылочки на Автодеск в описании, а также не забывайте подписываться на их Телеграм-канал, на их Ютуб-канал, потому что они публикуют действительно много интересного материала с аукционов, с торгов и так далее. Ну а теперь, друзья, тот самый момент. Я думаю, что пришло время... Продолжение следует...